С детских лет мама носила мне из музыкального училища, где она работала, и где была очень хорошая библиотека, такие комплекты. Она носила пластинку плюс ноты, партитуру. Я уже в то время понимал ноты и даже учился понимать партитуры. И мама регулярно это делала и, в общем, меня обучила всей существующей музыкальной литературе. Библиотека была обширная. Я начинал, помню, с Чайковского, Моцарта и Бетховена, и Гайда, но проходил его практически целиком, даже в большем объеме, чем это дают в консерватории, например. И шел дальше, по векам, по годам, по стилям, по разным, все усложняясь и усложняясь. И в какой-то момент одно из трех перевернувших мое сознание произведений, это, собственно говоря, была «Весна священная» Стравинского. Мама принесла вечером очередную порцию пластинок, и я ее, эту пластинку, воткнул в проигрыватель Ригондо, который у меня тогда был, и начал слушать, и мне это понравилось. Для меня это было свежо, очень, ну, как бы я раньше такой музыки не слушал, видимо, в тот момент, еще пока. Я потом уже начал слушать все, что угодно. Но вот первая реакция была какая-то совершенно фотосессия. Ну, то есть я прослушал ее там 4-5 раз подряд, например. Махал вязальной спицей, вглядывался в эти ноты, и не понимал, как это можно сделать. Даже уже, так сказать, хоть и на дворе стоял какой-то там 80-какой-то год, но мне все равно было непонятно, и до сих пор не очень понятно, как это сделано. От всей остальной музыки она отличается, чем мне очень сложно сказать сейчас. Вот это молодой Стравинский, это буйство фантазии, это какие-то необычайно смачные гармонии и ритмы. Это какой-то невероятный фантастический набор инструментов, включающий в себя трубу пиккола, басовую трубу и все возможные разновидности всех инструментов до последнего колена. И весь масштаб этого произведения, он, конечно, колоссален. Я сейчас не буду говорить про его языческую составляющую, но это тоже было в новинку для меня в тот момент. Конечно, я сейчас уже много раз подслушал каких-то настоящих шаманов, но это все равно не то, на самом деле, что из Абазил Стравинский, и откуда он это узнал, где он это подслушал, вот это языческое действие и всякую музыку, вот язычность этой музыки, где он ее придумал. Это же не Римский Корсаков ему преподал, понимаете. Это такая башка у человека была, у молодого, причем, вот там, чуть ли не 19-летний. Вот, и это, конечно, потрясающе. В наш век уже, по-моему, такие не рождаются, хотя у меня есть много гениальных совершенно друзей, исполнителей и композиторов, но до такой степени мы уже не способны дойти к гениальности.